Друзья, всем привет, рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас на связи Наталья, это наш социальный адаптатор и партнер из Германии. Сегодня мы будем говорить о медицинских консультациях онлайн. На данный момент у нас границы закрыты, поэтому мы не можем воспользоваться услугами частных клиник, посетить вживую и использовать, как говорится, этот весь процесс, как нам будет удобно. Поэтому есть возможность произвести консультацию опытных специалистов, немецких врачей онлайн. Сегодня Наталья расскажет, как это сделать можно в дистанционном режиме, что для этого нужно и сколько это будет стоить. Наталья, давайте начнем. Представьтесь, пару слов и приступим к первому вопросу. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я руководитель фирмы I'm in Art, и мы предоставляем услуги помощи медицинскому туризму в Германии. И на данный момент, естественно, как вы правильно сказали, невозможно все это сделать вживую, к сожалению. Ждем послаблений. Но на данный момент очень реально получить консультацию и расклад диагностики онлайн или по телефону от наших специалистов, врачей, с которыми мы уже долгие годы работаем вместе и предоставляем пациентов им на осмотр и получаем довольно-таки хорошие результаты. Хорошо. Давай тогда ближе к делу. Вот человек, например, хочет получить консультацию. С чего ему необходимо начинать? Ну, понятно, что он обратился в нашу компанию. Первым делом это идет заключение договора с компанией на поиск клиники. Как происходит все дальше? Какие исходные данные нужно предоставить клиенту, чтобы подобрать специалиста? Ну, в основном это выглядит так, что пациенты уже обращались к некоторым специалистам и имеют какие-то бумаги на руках с какими-то предварительными диагнозами. И с их помощью мы обращаемся в клинику, можем предоставить перевод этих документов и немецкие врачи, уже ознакомившись с предварительными анализами или диагностикой, могут посмотреть и могут уже точнее сказать, о чем идет речь, какие лекарства, какие витамины, какие лечения он бы назначил. И вплоть до того, что мы могли бы уже планировать при послаблении системы приезд пациентов и уже дальнейшее лечение. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, какие-то анализы, то есть следует ли сдать, может быть, какие-то анализы человеку, там, кровь, мочу, я не знаю, может быть, какие-то УЗИ, да, там, в той области, где имеются проблемы, чтобы анализы были максимально свежие? Это по-любому не помешает, это по-любому очень хорошие показатели. Опять-таки, смотря, о чем мы разговариваем, смотря, о каких заболеваниях идет речь, но, естественно, если это общий взятый анализ или предиагностика и так далее, естественно, лучше всего иметь эти анализы на руках, то есть если мы разговариваем о микробиотах, то есть так же само мы сдаем анализы на мочу, кал, кровь и так далее, и врачи уже, исходя из них, но по-любому любые врачи свои потом берут анализы, когда пациент приезжает, но, естественно, для начала мы начинаем работать со свежими анализами, которые есть у пациента на руках. То есть вот если врач не русскоговорящий, то есть правильно ли я понимаю, что, например, ты или твои сотрудники присутствуют в диалоге для того, чтобы переводить все, о чем говорит врач? И скажи, пожалуйста, есть ли практика русскоговорящих специалистов? Есть русскоговорящие специалисты, но они в основном терапевты, то есть не узкий профиль, а обширный профиль. К ним мы обращаемся в основном за медикаментами, за лекарствами, то есть если нужно что-то прописать, если нужно бы рецепты получить. Вот за такими вещами мы в основном обращаемся к нашим русскоговорящим врачам, так как у них очень широкий профиль и он не идет целенаправленно на какую-то конкретную болезнь или на какой-то конкретный диагноз. В основном это немецкоговорящие врачи, к которым требуется переводчик. Окей, у меня сразу возникает вопрос, да, вот рецепт, если доктор назначает какой-то рецепт, да, то есть, ну и может ли получается как-то дистанционно приобрести в Германии, да, пациент, то есть если у него есть рецепт, ну, например, с помощью наших адаптаторов, да, то есть может ли он приобрести это лекарство и в последующем как-то почта будет ему отправлена или это все-таки запрещено, может быть, или... Это реально, это абсолютно реально, то есть если пациент был в обследовании у этого врача, у врача заведена карточка на этого пациента и делается просто продление рецепта, и это все легально, все реально и все это делается. Да, потому что я знаю, что, ну, вот здесь у нас в Польше сейчас в период пандемии у нас врачи принимали онлайн все, да, то есть даже по телефону, то есть, ну, если ничего серьезного, то по телефону, и по телефону тебе назначают лекарства, и тебе в виде смс приходят рецепты, ты показываешь штрих-код в аптеке и как бы вот таким вот способом, да, то есть никаких бумажечек уже, ничего такого. Окей, слушай, интересно, скажи, пожалуйста, ну, какие профильные вообще специалисты востребованы больше всего для наших русских граждан, для вообще граждан СНГ, кто чаще всего обращается? Чаще всего обращаются онкобольные, сердечники, пациенты после инсульта, какие-то внутренние операции, то есть, что касается желудочно-кишечного тракта, что касается профилактики, тоже обращаются в нашу клинику курортную, которая находится у нас здесь рядом, у нас, к нам также обращаются за биорезонансной терапией, то есть, для того, чтобы ее сделать, это тоже нужно обратиться к специалисту, который сделает предварительное обследование, сделает тест, он делается раз в пять и после этого выявляются недуги, после чего приобретается такой аппарат биорезонансный, который излучает магнетические волны и помогает при любом заболевании, помогает улучшать терапию врача, то есть, это еще дополнительная такая вещь, которая очень востребована на данный момент. Окей, скажу, пожалуйста, ты, например, владеешь такой информацией в плане страхования, да, то есть, есть различные страховки, иногда приобрести какой-то пакет, это намного выгоднее будет для клиента, нежели оплачивать услугу по факту, то есть, можно подобрать, что нет, да? Страхования в этой сфере пока что нет, для туризма медицинского, скажем так. Окей, хорошо, ну, в принципе, здесь, как бы, клиент, если ему нужно, он может обратиться тоже в специализирующую компанию, да, приобрести страховку, потому что иногда, да, по страховке это получается намного выгоднее, но, опять же, все зависит от стоимости. Хорошо, ну, на этом, наверное, спасибо, Наталья, что ответили на все наши вопросы, в принципе, услуга, я думаю, будет очень востребована, потому что, например, где у нас находится офис в нашем городе, очень много даже, я помню, когда летом сама приезжала в офис на работу, обращались люди, интересовались в Германии, в том числе, и Франции, просто у нас в городе в свое время, очень много лет назад был теракт. Вот, и очень много, значит, Германия помогала нашим гражданам, и, то есть, перевозили туда больных, и все, кто лечился в Германии, то есть, они очень быстро, ну, самые лучшие были показатели, да, то есть, в принципе, все страны помогали, помогала и Франция, кто-то остался лечиться в России, но, тем не менее, Германия показала себя с лучшей стороны, и у нас в Осетии приходила даже мама девочки, которая была просто максимально травмирована, ну, не знаю, если, может быть, ты в курсе, помнишь, такой теракт был очень большой в России, захватили школу 1 сентября. Да. Вот, да, Германия тогда очень сильно помогала, и вот к нам в офис приходила мама девочки, которая была, ну, настолько травмирована, что там просто, наверное, никто бы не взялся за это, в Германии ее смогли поставить на ноги, то есть, просто с нуля. Конечно, медицина там отличная, поэтому я думаю, что, в принципе, эту услугу будет спросим. Да, это действительно так. Очень многие из врачей проходили долгие практики работы за границей, обменивались опытами с другими специалистами. Многие врачи работали в сфере университетской сферы, то есть наука, сфера науки, немецкое слово крутилось в голове. В сфере науки очень многие работали. И настолько проверенные и настолько опытные специалисты, у них действительно очень долгое время нужно ждать встречи и договариваться. Мы стараемся, конечно, как можно быстрее с ними договориться, так как уже наладили отношения, наладили поток, да, и так из-за этого нам делается какая-то небольшая скидка по времени. А в основном, если люди записываются к ним на встречи, то некоторые ждут и по полгода. Да, несмотря на то, что эти консультации платные. Ну, в принципе, да, я понимаю, о чем тут идет речь, потому что здесь в Польше тоже такое есть, что к опытным специалистам даже к платным можно ждать, да, там, к онкологу, например, я сама ждала там два месяца очередь за платную клинику. Ну, смотрите, все, у кого возникают вопросы, пожалуйста, пишите по номеру телефона, который будет указан на экране, также оставляйте ваше сообщение в комментариях, что думаете по этому поводу. Спасибо, Наталья, тогда тоже. До скорых встреч, увидимся на нашем канале. Пока. До свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok